так мы сейчас его отправляем на расстойку мы там все записали потом здесь у нас Наташа готовит как вы ее называете? Гуламаш или Баламаш как Наташа правильно это называется намазывать будем сверху на мотна каш как это называется Наташа Гуламаш мы сюда сделали муку и завариваем ее кипятком потом когда это все оценят мы будем наносить на растягивать гуламаш а что мы будем делать? растягивать лаваш мотна каш растягивать гуламаш его можно делать заранее, да? ну и надо просто что посыл можно с вечера готовить, да? мы делаем матную кашу корма вирски тестовые заготовки у нас стояли в расстойном шкафу вот теперь мы рисуем, делаем рисуночек сверху наносим вот эту кашу стягивается? стягивается значит супер много чуть-чуть там даже 2 грамм нету дырочки прямо, да? вообще да, можно это, дырочек он стягивает и у меня Олесь, подними вот эту жижу на руках, покажи, вот вот как это жижа у вас назовется? гламаш уже гламаш был буламаш с утра, сейчас гламаш поэтому мажем этой жижей делаем рисунок тянет, тянет девочки, что дает эта жижа на поверхности, расскажите мне, пожалуйста резиновый резиновый на поверхность потом мы еще в расстойку должны лечь нет вот вы сейчас вот эту форму ему придали потом еще и сколько еще расстоять расстойки минут двадцать точно что надо это поменьше это ферма пана да хотя там было сколько 2 грамма там еще меньше еще грамм еще в бару сформовали такие макна каши помазали этой жижей еще листы масляные галамаши галамаш недельку останетесь альмянский тонкий лаваш нам очень делать он что у вас еще и дома на разве а ну вот скажите это пока сверим вот эти да наши садим от на каши сколько ты температуры задал здесь максимально 200 гривен вот опять здесь придется предварительно потому что ему эту 200 температуру мы сделали 290 градусов время мы поставили 15 минут вот это просто посмотреть просто посмотрите где как получится какой у нас там наш ваконаж надо что-то с кальцирой делать донышко да белое то что? донышко белое нет это у этого было два это в конвекции да? а мне кажется знаете что он подгорает быстро меньше температуру, пусть дольше он будет сидеть, но меньше температуры. Согласна, он отойдет, отойдет, корочка то что такая, она должна отойти потом. Я говорю, что мы если уменьшим температуру, корочка сначала деревянная, но она за счет гула-маши этого, она отойдет.